МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Мой дом, моя крепость, как говорят англичане, и, пожалуй, говорят справедливо, в особенности, если этот дом действительно мой. Роман, ты в собственной крепости живешь? Я живу в собственной крепости. Есть одна крепость, которая полностью наша, а другая крепость, такая, знаешь, будка каменная, в другой крепости, за которую я досрочно сейчас погашаю ипотеку. Сложно было в Петербурге обосноваться таким образом? Слушай, ну, сложно, но можно. То есть какое-то время попотел, поизобретал велосипед, но когда научился управлять деньгами, научился достаточно зарабатывать, смог себе это позволить. То есть можно, если ты очень много зарабатываешь? Не очень много, не обязательно, не надо пугать. Саш, все гораздо реальнее. Сегодня как раз мы на эту тему, насколько я знаю, будем общаться. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии программы «Деньги и всегда». Мария, здравствуйте, располагайтесь поудобнее. Разговор у нас будет долгим, разумеется. Но первым делом, я думаю, что начнем мы с самого начала. Расскажите нам немного о себе, будем бестактными. Сколько вам лет, где вы работаете, много ли зарабатываете, где живете. Все это нам сегодня интересно. По полной программе. Конечно. Бестактные. Живу в Санкт-Петербурге, 40 лет, и работаю в крупной компании, программистом, 1С, оклад 140 тысяч. Но это неплохой оклад для Санкт-Петербурга. Ну, это имеется в виду на руки чистыми. А где вы работаете? Где 140 тысяч платят? Расскажите, пожалуйста. Саша знает, куда идти после записи передачи. Поподробнее можете объяснить, что это за сфера? Чем именно занимаетесь? Это крупная строительная компания. Вот, иностранная. Она строит объекты нежилые по всей России, по всему миру. И ваша роль там? Я работаю в IT-отделе. Аналитиком. Программистом, да. Программист-аналитиком. Все звучит так, как будто уж у вас точно никаких проблем финансовых и быть не может. Ну, слушайте, 140 тысяч, хорошая компания крупная. Ну, да, конечно. При наличии собственной квартиры это было бы на самом деле все замечательно. То есть правильно я понимаю, что ваша проблема заключается в том, что у вас нет собственной квартиры. То есть вам приходится жили с ним? Да, да. То есть, ну, лет 15 назад моя семья потеряла квартиру в результате мошенничества. Мы там долго за нее судились. Вот, и уже лет 10 я снимаю квартиру. Вот, и не вижу пока возможности. То есть, ну, наверное, это еще такой страх вот после этого случая. Да, да, и я опасаюсь всего, что касается квартирных вопросов. Конечно, сейчас я жалею, что я лет 10 не взяла ипотеку и уже бы давно ее выплатила. Я ее почти взяла еще, вот как раз перед тем моментом, когда подскочили цены на жилье. Ну, вот, не срослось. Мария, и вот что вы хотели бы от нас? Чем бы мы могли вам сегодня помочь? Я пришла сюда в надежде на то, что вы мне дадите какой-то расклад финансовый, да, из которого я увидела, что действительно это реально сделать не в 70 лет. Да, Мария, я вам могу чуть-чуть забегая вперед сказать, что уж если не вам, то кому? То есть, 140 тысяч рублей – это достаточно хорошие деньги для Санкт-Петербурга, и люди покупают квартиры с гораздо меньшими. Естественно, просто сейчас я понимаю вашу ситуацию, вы не знаете как. Так, естественно, я заранее поиграл в цифры, посмотрел, что вам грозит, что вам не грозит. Квартира будет, но по порядку. Самый плохой сценарий, то есть, если представить, что вы просто откладываете деньги, вот текущий ваш уровень дохода с учетом еще дополнительных декретных, не декретных, а премий, да, 148 тысяч. Да, расходы примерные у вас в районе 100 тысяч рублей, если мне память не изменяет. И получается, что там около 45-48 тысяч вы имеете возможность откладывать. И, а, важный момент, цена вопроса, вот стоимость квартиры. Да, давайте поймем, что за квартира, которую человек с таким доходом не может себе позволить. У вас есть представление о том, что это должно быть за квартира, сколько на самом деле такая квартира стоит, как она выглядит, где находится, является ли она новой или, наоборот, это какой-то вторичный рынок? Я, конечно, не рассматриваю там какое-то элитное жилье, естественно. Минимальное требование, чтобы это была трехкомнатная квартира, потому что нас четверо. Да, и на самом деле, ну, и желательно в черте города. Вот. Ну, порядка, наверное, не знаю, возможно ли так, но пяти миллионов, пяти с половиной. Новая квартира или вторичная для вас не принципиально? Мне, на самом деле, не важно, новая она или не новая. Понятно, что уже устали платить просто так, отдавать деньги. Уже если посчитать, сколько за эти годы отдано. Не вы одна такая, Мария. А сколько вы сейчас платите, если не секрет, и что это за квартира? То есть она соответствует тому, чего вы в принципе от своего жилья хотите? То есть как раз трехкомнатная в черте города то, что нужно, просто жалко деньги никуда отдавать? Да, трехкомнатная в черте города. Понятно, что там не суперремонт. Вот. Мы что-то сами делаем там как-то. Ну, не хочется туда вкладываться целиком, да, как бы могли вложиться в свою квартиру, отремонтировать ее. Вот. Но в вполне приличном состоянии трехкомнатная квартира большая. Да, все устраивает в хорошем районе. Сколько это? 60 тысяч, не знаю, 50, 70? Нет, нет, нет. 30 тысяч. Ну, 25 и плюс коммуналка, и там, ну, получается около 30. У меня просто небольшие сомнения на тему пяти миллионов за трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге в пределах кадра. И у нас как раз присутствует Елена, которая является специалистом, экспертом в сфере недвижимости. Елена, подскажите, пожалуйста, трехкомнатная квартира в спальном районе, там, средней квадратуры. На какие цифры нам все-таки рассчитывать? Ну, на самом деле, если говорить о строящемся жилье, то вполне за 4-5 миллионов рублей стройки, квартиру, вы можете приобрести. Единственное, что сроки сдачи, это уже нужно смотреть на 16-17-е года. То есть на сегодняшний момент готовность дома – это котлован. Ну, синий забор огорожен, да, территорию огораживает. Если говорить о квартирах, которые находились бы в таких районах, то есть не в новых районах, да, не в спальных районах, в спальных, но уже сформированных, там, юг, запад, то в данном случае и дома большей степени готовности, то где-то порядка 6-7 миллионов можно будет приобрести недвижимость. А если полностью готовая? Если готовая, то сейчас стройка, да, например, уже вот, которые квартиры сдаются, это порядка 7-8 миллионов рублей, если говорить о центре, то и за 9 миллионов рублей, да, можно приобрести, ну, там, свыше 100 метров квадратных, это квартиры, как правило, в свободной планировке. Если же говорить о вторичном рынке недвижимости, то на сегодняшний момент тенденция такова, что вторичный рынок стоит, поэтому здесь у вас простор для торга открывается. И говоря, например, о том, что вы снимаете за 25 тысяч рублей, это очень хорошие, на самом деле, деньги, которые вы платите за съем квартиры. Но я так подозреваю, что это, наверное, панельный дом, да, либо старый дом. Ну, это старая, да, пятиэтажка. Ну, конечно, там каждый год повышается цена, и мы ожидаем там этого и в этом году. Ну, просто на сегодняшний момент, так как люди все-таки активно покупают строящееся жилье, потому что хочется жить в комфортном доме, хочется жить в доме, который построен из экологически чистых материалов, современных материалов, современными технологиями, с развитой инфраструктурой, да, где ребенка в детский сад и в школу можно будет отправить, и машину найти, где припарковать. Вот, то в данном случае, например, на вторичном рынке можно легко также за 6-7 миллионов найти квартиру, там, с мебелью, с ремонтом уже сторговаться можно. Да, но с другой стороны, вот все хотят, чтобы и машина была где припарковать, и чтобы материалы были такие, какие нам хочется. С другой стороны, во-первых, мне кажется, мало кто в этом разбирается, и домов строится столько, что все непонятно, где все будут парковаться. Но самое-то главное, ну, вот купили мы кусочек котлована, вот у меня совершенно нет никакой уверенности в том, что когда-нибудь на месте котлована появятся какие-то этажи. Ну, давайте я вас напугаю еще больше. А есть ли у вас уверенность в том, что вы купите квартиру на вторичном рынке, приедете сюда, сделаете ремонт, заселитесь, а на следующий день к вам постучат судебные приставы и попросят вас выехать? Потому что у этой квартиры есть собственник, который был выписан из квартиры, например, по принуждению. Ну, как правило, это принуждение, да, не самые радостные моменты. Это либо места лишения свободы людей выписывают, либо какие-то лечебные учреждения выписывают людей. И доказать вашу право собственности, да, вы его доказываете, но сделку признают недействительной. И данного человека, либо бывших собственников обязуют вернуть вам деньги. Ну, ищите собственников, ищите деньги, да. То есть это риски, и так риски, они есть везде, если посмотреть, страх есть. Если вы боитесь вкладываться в котлован, пожалуйста, сейчас дома есть 40% готовности, 50%. Тем более вот сегодняшний момент, да, сегодняшний день, период того, как раз в городе сдаются огромные массивы жилой застройки. Ну, вы, наверное, сами знаете, да, районы Девяткина развиваются, да, сейчас достраиваются даже на Фрунзенской, очень большие комплексы домов сдаются. Поэтому в данном случае, если хотите риски минимизировать свои, то, пожалуйста, можно вложиться уже на этапе практически завершения строительства. Позвольте мне поумчить, как финансовому эксперту, можно вложиться в компании, которая входит в топ-20 надежности, и никаких проблем не будет. И, в частности, я купил квартиру, и никто мне не постучался, и никто меня не выселил. Поэтому я могу сказать, что я, когда составлял финансовый план для Марии, я исходил из стоимости 8 миллионов, а сейчас мне задачу упростили 6 миллионов. Это значит, что, ну, давайте исходить из 8. И получается, что если при простом накоплении денег, вот мы откладываем те деньги, которые мы не тратим, 148 зарабатываем, 100 проедаем, и вот 48 мы откладываем, то простое накопительство позволит нам купить эту квартиру только лишь через 23 года, в 63 года. Мне кажется, никого сейчас не вдохновила эта цифра из присутствующих. А если цены вырастут? Ну, естественно, там индексация заработной платы никто не отменял, с инфляцией будем работать. Но, в общем, история усугубляется еще тем, что все это время вам нужно будет ездить в отпуск отдыхать, то есть это дополнительные расходы. Вы на машине ездите раз в 4 года, в идеале ее менять. В противном случае она начинает сыпаться, и растут ваши доходы, расходы на это все. И получается, что у нас такой забег на длительную дистанцию. И для того, чтобы этот период максимально сократить, я лично выделяю несколько инструментов, которые могу сейчас представить. Во-первых, это оптимизация расходов, потому что на 100 тысяч, мне кажется, даже те же самые 10% их можно было бы подсократить, пресловутые. Ну, кстати, интересно, что Мария по этому поводу думает. Потому что я тоже согласен с тем, что на 100 тысяч можно неплохо жить. Но мне кажется, что все, кто не зарабатывает 148 тысяч, считают, что на 100 можно жить замечательно. Но на самом деле, я не знаю, может быть, Мария совсем по-другому считает. Вы как считаете, действительно, эти 48 тысяч их реально откладывать? Вы сейчас на каком автомобиле ездите? Может быть, у вас машина такая, за которую уже нужно кредит выплатить? Или в отпуск, может, вы ездите три раза в год? Уж не знаю, куда, на Мальдивы? Нет, автомобиль у меня совершенно, ну, Peugeot 308, совершенно такой простой. И в отпуск я езжу один раз, и в этом году вообще не была там. Ну, как бы, ну, можно, конечно, сократить. Просто... Елена, извините, пожалуйста, а вот при том, что вы никуда не ездите, и автомобиль у вас простой, но накопление минимальное сейчас, они куда вообще деваются, вот эти 48 тысяч ежемесячные? Я сама не знаю, куда они деваются. У вас коллекция шуб или бревян? Нет. Когда, Роман, вы попросили меня составить, да, расписать свои доходы, расходы, на самом деле для меня тема эта достаточно такая эмоциональная, да, мне в нее трудно входить. Тяжело. Я вас понимаю очень хорошо. Да. У меня был период, когда мы жили вообще на 4 тысячи, да, и там была даже проблема на транспорте иногда проехать, мне приходилось пешком ходить. И это были несколько лет такой очень жесткой экономии, после которой вот при росте дохода наступило такое некое расслабление, да, страх остался, что это может закончиться. Но это как раз тот страх, который не дает вступить в ипотеку, что будет такое жесткое очень ограничение, и придется опять вот те ощущения испытать, которые были. Но реально, действительно, я понимаю, что можно сократить часть расходов не в той степени, как это было когда-то, да, там жестко, вот, но 10-20 процентов. Но мои расчеты говорят о том, что если мы хотя бы на 10 процентов сокращаем свои расходы и со 100 тысяч они снижаются до, ну, во-первых, мы находим те 48 за счет просто элементарного введения бюджета. Здесь вы, ну, не новый человек, когда мы видим, что деньги свободные есть, квартира нам не светит, хочется поправить себе настроение, и деньги спускаются в ближайших бутиках, ресторанах и прочее. Но мы эти деньги находим и оптимизируем расходы до 90 тысяч, что, в принципе, наверное, Саша, тоже неплохо. То вот элементарно эти 10 тысяч рублей в месяц, казалось бы, небольшая сумма, они способны на 6 лет приблизить нас к нашей квартире. То есть если мы вводим, только изменяем этот параметр, оптимизируем расходы на 10 тысяч, квартира уже не в 63 года, а в 57 лет. И теперь у меня вопрос, Мария, учитывая такую возможность выигрыша в 6 лет, вам интересно было бы, ну, то есть готовы ли вы были чуть-чуть, может быть, подужаться без большого ущерба для себя? Конечно. А понимание есть, за счет чего это сделать? Это придется в чем-то себя отказывать? Или вы, там, не знаю, начнете просто сравнивать цены в интернете и не покупать в первом попавшемся месте, где наценка в 3 дорого? Ну, во-первых, когда я расписывала расходы, я вообще брала по максимуму, да, то есть я понимаю, что это, ну, их немножко поменьше на самом деле. Мария, можно я вам подскажу, опять же, с высоты своего опыта? Делается очень просто. Один месяц вы просто записываете, куда уходят ваши деньги, в конце месяца вы ужасаетесь, откуда вы на все это берете деньги, и дальше выбираются 3-4 самые крупные статьи ваших расходов, и проще всего найти экономию именно там, потому что даже несущественное сокращение, оно способно привести к серьезным суммам высвобождаемым. Если же, наоборот, мы будем пытаться экономить везде, даже где расходы маленькие, то, может быть, усилий очень много, а эффект итогово минимальный. Человек испытывает напряжение, срывается и начинает тратить еще больше. Следующий инструмент, который я предлагаю использовать, это инвестиции. Что это значит? У нас накапливаются деньги. Максимально, что мы можем с этого получить, это 10% по банковскому депозиту, что, ну, плюс-минус только отбивает инфляцию. Какие в настоящий момент доступны инструменты инвестирования для обычных людей, не профессионалов? Их основных три. Это фондовый рынок, драгоценные металлы и недвижимость. Если мы будем говорить о драгоценных металлов, то нам нужно чуть больше времени, поэтому этот инструмент сразу нам не подходит. С квартир в 150 лет. Сейчас. Фондовый рынок, фондовый рынок чересчур такой опасный, ну, там требуется, там больше рисков. И все-таки я хотел бы для Марии его не предлагать. И, на мой взгляд, оптимальным был бы инструмент инвестирования в недвижимость. К примеру, мы начнем накапливать по 50, по 70, по 100 тысяч там в квартал. И, Елен, в связи с этим у меня к вам вопрос. Какие сейчас доходности и какие есть инструменты для того, чтобы с небольшими деньгами войти в этот рынок? Ну, говоря о застройщиках, строительных компаниях, на сегодняшний момент огромное множество данных корпораций, которые предлагают очень выгодные варианты вложений. И кто-то предлагает первоначальный взнос 5% от стоимости квартиры иметь на руках, кто-то предлагает 10%. Банки те же выдают ипотеку с первоначальным взносом от 10%. Есть ряд банков, которые выдают без первоначального взноса, но там немножко другие условия. Это более рисковые. Просто, видите, съедать доходность возможной ипотекой не хотелось бы. Хотелось бы все-таки на этом именно заработать. По моим ощущениям, процентов 15. Может быть, вы меня поправите. 15% это очень минимальный процент вы берете. В среднем от 24% годовых предоставит вам любая новостройка. Не какого-то элитного. То есть мы не делаем сегментацию по элитным новостройкам, по массовому сегменту. Средняя панель. Я хотел бы сделать просто выборку из наиболее надежных компаний нашего города. К примеру, топ-20 или даже топ-10. Мне кажется, более надежные компании, они чуть меньшую доходность предлагают. Ну, именно за счет того, что ниже риски. Нет, здесь нужно смотреть непосредственно на местоположение объекта. Если это точечное строительство, то изначально цена будет выше по рынку у любой компании. Неважно, надежная она или нет. Наоборот, сейчас надежные компании, те компании, которые на слуху и входят в этот топ-20, они как раз-таки снижают стоимость квартиры, потому как объемы стройки позволяют им минимизировать свои расходы. Ну, если мы начнем хотя бы с студии какой-нибудь на этапе строительства, и сколько она будет стоить, и сколько 5% от нее, чтобы влезть в эту рассрочку уже? Ну, смотрите, если говорить о студии средней, например, мы не берем рискованные инвестиции, мы смотрим, что дом уже имеет 60-70% готовности, студия от 1,2 млн. Можно приобрести хорошую студию, например, 30 метров квадратных, к примеру, со сроком сдачи. Ну, к примеру, это будет середина либо конец 2015 года. Массовая застройка, панелька. Соответственно, если мы говорим о 5% от данного мира... 60 тысяч рублей. Да, порядка 60 тысяч рублей мы вносим. Более того, если мы не хотим использовать ипотечные средства, то мы можем, например, взять рассрочку. Многие застройщики, во-первых, это беспроцентная рассрочка, которая как раз-таки на сегодняшний момент предоставляет плавающие графики погашения. Это не обязательно ежемесячный платеж по 200-300 тысяч, которые стандартно предлагают застройщики. Это может быть ежеквартальный платеж. Это может быть вообще всю сумму вы вносите за квартал до окончания строительства квартиры. Это акции, которые предлагают застройщики. Их нужно, конечно, следить, отслеживать. Вылавливать. Но, как правило, акция от застройщиков длится порядка месяца. Всегда пересмотр цен идет в конце месяца у застройщиков. Поэтому, имея вот такой первоначальный взнос, например, можно оформить рассрочку. Подождите, беспроцентная рассрочка звучит немного странно для меня. Мне кажется, что это какой-то обман. Нет, обмана здесь нет. Здесь только идет в выплатах. Если вы берете ипотеку на 10, на 15, даже на 5-7 лет, то в среднем, например, при том же минимальном взносе вы платите проценты. Сейчас это где-то от 12 до 15 процентов годовых вы выплачиваете. Но в данном случае цена квартиры будет чуть ниже. Потому что любая новостройка, любая квартира в строящемся доме имеет две цены. Так называемую базовую цену. Это та цена, которая предоставляется застройщикам в дальнейшем по завершению продаж. Примерно она выстраивается, ее расчеты. И плюс это как раз-таки та цена, которая подпадает под рассрочку. Далее стопроцентная цена. Это вторая стоимость недвижимости. К ней приравниваются денежные средства, если вы вносите полностью наличными. Она ниже. То есть это своеобразная скидка, которую вам предоставляет застройщик. Либо это ипотечные средства. Почему эти цены разные? Просто как раз-таки из-за того, что в одном случае при стопроцентной оплате застройщик сразу получает все деньги, потому что банк перечисляет сразу денежные средства. Во втором случае он получает их по частям. Поэтому с учетом удорожания цен, с учетом удорожания стоимости недвижимости, базовая цена всегда выше. Вот в этом и подвох беспроцентной рассрочки. В том, что изначально цена выше. И теперь вопрос. Смотрите. Елена меня удивила, что даже можно 25% найти. Я свои расчеты закладывал только лишь 15% годовых. И даже при таких расчетах использование инструмента инвестирования в недвижимость позволило приблизить срок покупки вашей квартиры еще на 5 лет. То есть последняя цифра у нас была 57 лет. За счет данного инструмента при умножении капитала на инвестициях в 52 года уже нам светит своя квартира. И теперь вопрос, Елена. Нужно ли обладать какими-то сверхзнаниями, чтобы Марии в это вложиться? И после ответа на ваш вопрос, Мария, я хотел бы услышать от вас, что называется, подтверждение или опровержение. Будем ли мы использовать данный инструмент или все-таки вы побаиваетесь? А если не возражаете, я влезу буквально на секунду. Мария, вы сейчас поняли, о чем Елена говорит? Потому что, с одной стороны, все достаточно доступно. С другой стороны, материя не самая, по-моему, легкая. То есть вообще разница между рассрочкой и ипотекой, она вам понятна, если вы интересовались? Разница между рассрочкой и ипотекой мне понятна. Но я не вижу здесь как бы инструмента инвестирования. То есть я вношу деньги, неважно, ну там даже ипотеку, я же плачу проценты. Какое инвестирование? Нет, мы ипотеку не рассматриваем, мы говорим о рассрочке. На этом я, пожалуй, настаю как эксперт. Хорошо? Я думаю, что имелось в виду, как инвестирование – это сохранение капитала, да, свободных денежных средств. Сейчас мы рассматриваем, правильно ли это? Да, все верно. Вот. Поэтому, подводя итог вкратце, да, можно сказать, что рассрочка не всегда выгодна. Если у вас минимальные денежные средства на руках, то тогда, конечно, выгоднее ипотеку брать. Но если мы не рассматриваем сейчас вариант ипотеки, да, рассматриваем вариант рассрочки, то повторите, пожалуйста, вопрос тогда. Вопрос, какой квалификации нужно, ну, учитывая, что у нас есть возможность влезть в программу с 60 тысячами рублей первоначального взноса и постепенной доплатой, какой квалификации должна обладать Мария, чтобы этот процесс осуществлять? Я хотел бы, чтобы, Елен, именно вы это сказали, по той причине, что, ну, в моем понимании проблем никаких нет. Вложил, добавляешь, достроили квартиру, переуступил, высвободил капитал, который там накопился постепенно, вложил в следующую. И вот к моменту стоимости, к моменту покупки собственной квартиры, постепенно, там, два-три раза, успев поучаствовать в строительстве домов, можно приумножить на некоторую сумму этот капитал. И вопрос, вот что для этого нужно сделать с точки зрения квалификации? Справится ли Мария или какая-то помощь квалифицированная потребуется? Ну, квалифицированная помощь никогда не помешает никому, в принципе. В чем она может быть? Здесь самая главная внимательность и проверить застройщика. Я даже знаю, наверное, у Марии какой самый главный страх. Во-первых, она его даже озвучила, то, что вдруг доходы станут меньше. Но здесь нужно понимать, что вы и так снимаете квартиру, и, получается, жить в съемной квартире ваши страхи никак не развеивают. Несмотря на то, что даже вы ее снимаете достаточно дешево для рынка. Поэтому, если говорить на сегодняшний момент о том, можно ли самому, например, разобраться в этом материале. Разобраться в нем можно. Здесь потребуется чуть больше времени, потому что потребуется изучение застройщиков. Каждый застройщик будет говорить, что я самый лучший, конечно же, я достроюсь. Основные нюансы, на что обратить внимание, это документация проектная у застройщика. В ней не обязательно разбираться, не обязательно читать. Конечно, кто-то к юристу обращается. Главное вообще ее наличие. Наличие в подлинном варианте. Потому что многие показывают ксероксы, копии. И обязательно нужно посмотреть срок давности. Когда была выдана, на какие объекты. Потому что есть такие застройщики, которые получают проектную документацию с копом, и вам выдают совершенно другую, не на ваш объект, на который вы покупаете. Но люди вроде видят, смотрят, пролистал и подходят. Поэтому самое главное наличие документации, наличие права собственности, либо долгосрочной аренды на земельный участок, на котором будет возводиться этот дом. И, естественно, в первую очередь, то, на каком основании работает застройщик. Будь это вступление в ЖСК, это какие-то фонды ПИФа, инвестиционный договор. Или это договор долевого участия, регулируемый 214-м федеральным законом. Лен, а вы позволите мне, Мария, для вас чуть-чуть упростить ситуацию? Вот что бы сделал я на вашем месте? Просто залез в интернет, набрал бы рейтинг топ-20 самых надежных застройщиков Санкт-Петербурга, проверил бы этот список. Дальше с этим списком пришел бы, просто я общаюсь с большим количеством специалистов по недвижимости, у меня есть хороший знакомый владелец агентства недвижимости. И они как раз помогают людям вступить в строящееся жилье. Причем для клиента это бесплатно, потому что им комиссионные платят застройщики. И поэтому помощь квалифицированной компании, на которой у вас есть хорошие рекомендации, плюс проверка того, что вам предложат именно компанию застройщиков, входящего в рейтинг топ-20 самых надежных в Санкт-Петербурге, мне кажется, снимет большую часть проблем. Поэтому, учитывая, что нам еще нужно рассмотреть еще ряд инструментов, Мария, будем пробовать, будем изучать это направление? Да, конечно. Ну, это нам позволит выиграть 5 лет. Следующему инструменту, который я хотел бы рассмотреть, это помощь гражданского мужа. Единственное, конечно, вы говорили о том, что он может на себя взять часть расходов, которые на текущий момент у вас есть, и это высвободит еще дополнительные деньги. То есть он поможет, да, поучаствует. Там есть некий участок, также вы в цифру предоставляли, который может быть продан в ближайшей области за полмиллиона рублей, который тоже будет капиталом, опять же, для влезания в ту самую недвижимость строящуюся. Насколько мы можем подключить данный инструмент? Ну, на данный период я не рассматриваю, что это будет очень такой весомый вклад, потому что человек меняет место жительства и меняет, соответственно, работу. При этом на доход, на серьезный, я вот не стала бы рассчитывать. Он будет, я в этом уверена, но в расчеты я бы не брала. Если у вас все будет складываться удачно, то это еще плюс 4 года к приближению к вам квартиры. То есть не в 52 года уже последняя наша точка, а уже 48 лет. Это мы о какой сумме говорим? А, это мы говорим, да, что за сумма? Это я опирался на стоимость участка в полмиллиона рублей, если он захочет поучаствовать, да, дать эти деньги на покупку квартиры. И частичное финансирование расходов на жилье, пока на аренду, и на питание. То есть это 22,5 тысячи рублей в месяц. То есть я опирался только на эти суммы, никаких 50, 100 дополнительных тысяч, вот я назвал. Поэтому имейте в виду, обсуждайте, решайте, планируйте. Но вот эти суммы способны выиграть вам еще 4 года. Я бы все-таки вернулся на какое-то время, во всяком случае, к вопросу ипотеки. Потому что, ну, в представлении моем таком обывательском, наверное, ипотека имеет одно преимущество. Ты живешь там и платишь деньги. То есть ты не то чтобы снимаешь жилье, параллельно куда-то еще вкладываешься. Наверное, это все-таки плюс. И в этом смысле мне, например, интересно, насколько вообще люди сейчас ипотеку рассматривают как вот такой инструмент. И насколько люди готовы вот в эту историю влезать. У нас по этому поводу есть опрос. Давайте мы к нему сейчас обратимся. Посмотрим, что петербуржцы на улицах города по этому поводу говорят. Наверняка говорят совершенно разное. Нет, не готово. Мне не нужно. Не готово. Есть ипотека. Я уже взял ипотеку. Ну, 18 тысяч в месяц выплачивается. В принципе, готово, но не по те проценты, которые есть сейчас. Скорее, те, что есть за рубежом. Ну, 30-40 в месяц. Но пусть процент будет поменьше. Проценты 3-5. Да, я уже взяла. 28-300, по-моему, мне. Нет, никогда. Жить долг никогда. Наш принцип. Нет, пожалуй, ипотеку брать не готов. Я сам работал в кредитной сфере немного. И я знаю, что за 20-25 лет кредита человек переплачивает примерно полторы квартиры еще сверху. Это очень много. И я считаю, что проще накопить. Если однокомнатная квартира, то 1020. Если трехкомнатная, то 1060 максимум. 20% от зарплаты. Я не готова, потому что я пенсионерка. Это вообще нереально. Нет, не готова взять и не хочу и не буду. Нет, я в такие игры не играю, извините. Первый человек, который сказал, что у него уже ипотека, выглядела, по-моему, самым мрачным. Грустный был. Очень грустный. Да, и все люди с ипотеки причем-то с рюкзаками. Такое ощущение, что они бегут. Саш, на самом деле, вот товарищ сказал о том, что он работал в кредитной сфере и всего лишь в полтора раза удорожает стоимость квартиры. Я тебе могу сказать следующее, что при ставке в 12% при погашении в течение 30 лет человек успевает заплатить 5 стоимости квартир. Даже не полторы, не две, а пять. И поэтому, если мы говорим о квартире стоимостью 8 миллионов рублей и берем хотя бы миллионов 7 в ипотеку, то у нас месячный платеж очень сильно выскочит за 50 тысяч рублей. То есть я думаю, что он составит не меньше 70, а может даже и больше. И почему я был противником на данном этапе использовать данный инструмент? По той причине, что есть некие правила, которые позволяют вам не быть задушенным ежемесячным платежом. Что за правило? 20% это ваш максимально допустимый процент от дохода. Ну, то есть при доходах Марии 150 тысяч, 30 тысяч это максимальный ее платеж по ипотеке. Причем это еще не учитывает снижение доходов. То есть мой, например, платеж по ипотеке, он не превышает 10%. То есть даже если у меня доходы в два раза сократятся, я буду платить 20%, что для меня комфортная сумма. Но я, естественно, плачу, я так подрасчитал, я плачу очень крупными суммами и погашаю досрочно. Поэтому я предлагаю на данный момент Марию не надрывать, то есть мы это не выдержим. Или будем жить ради погашения этой самой ипотеки. Она нас будет душить. Поэтому давай мы все-таки перейдем к другому инструменту, который я предлагаю. Это увеличение доходов. Вот буквально не так давно меня приглашали на съемку одной передачи, которая называлась «Как прожить на 25 тысяч рублей в Санкт-Петербурге». Я сказал честно, я не знаю. И вот меня больше всего удивило то, почему мы думаем о том, как влезть в 25, вместо того, чтобы думать о том, как начать зарабатывать в два раза больше. Мари, вот смотрите, в моем понимании у вас неплохой доход. Вырасти с 30 тысяч до 40, опять же, из моего опыта, гораздо тяжелее, чем со 150, скажем, до 200. Просто потому что, ну, я знаю механику этого процесса. Да, вот за счет чего зарабатываются деньги. Я сам собственник бизнеса, я сам плачу зарплаты. Я понимаю, за что я готов платить, за что я не готов платить. И вопрос, как у вас сейчас обстоят дела с увеличением дохода? Планируется ли какой-то карьерный рост? Перспективна ли эта компания? Или вот за счет чего вы могли бы зарабатывать? Или вы сейчас даже не понимаете, за счет чего это реально сделать? Ну, если честно, то не совсем понимаю, потому что по рынку, да, при моей должности, это такой хороший оклад. Он, в принципе, по Питеру, это вот в моей профессии, ну, можно сказать, потолок. Я понимаю, что, может быть, где-то можно там еще тысяч 30 выиграть, 20, но в два там, да. А стать руководителем, вот насколько я знаю, вы сейчас специалист, а стать руководителем над такими специалистами, как вы, они обычно больше зарабатывают? Ну, возможно, но... Или в вашей компании есть генерал, у которых свои внуки, да? Да. Понятно. Друзья, позвольте, я, данная сфера, на самом деле, из всех аспектов финансовой грамотности наиболее сложно дается людям, потому что какие-то традиции ведения бюджета, традиции, там, оптимизации расходов, они есть, а традиции, вот, постоянного поиска инструментов, за счет чего больше зарабатывать, их нет. Я осмелюсь просто, ну, взять... Можно помечтать, собственно, об этом подумать, как бы они больше зарабатываются. Я все-таки предложу вам не мечтать, а проанализировать вот конкретный инструмент, за счет чего это можно сделать. Смотрите, я как профессиональный собственник вам заявляю, что мне не жалко платить никакие деньги, если я зарабатываю больше. То есть, к примеру, ко мне приходят менеджеры по продажам, которые хотят зарабатывать 30 или 50 тысяч рублей, они мне неинтересны. Мне хочется менеджера по продажам увидеть, который хочет зарабатывать 100-150. Естественно, я ему поставлю там какой-то небольшой оклад и сделаю систему, когда он может приносить мне деньги и зарабатывать от этого процент. И таких вот более-менее продвинутых собственников, которым не жалко, сколько зарабатывают сотрудники, а даже им хотелось бы, чтобы они зарабатывали больше, их предостаточно. И более подробно мы эту тему рассмотрим в одной из следующих передач, где как раз будем человеку помогать найти возможность увеличить свой доход. Но здесь, учитывая Марии, если я правильно помню, вы аналитик, да, то есть вы программист-аналитик. Да, аналитик учетной системы. За что я готов был бы платить Марии деньги. И более того, у нас в ближайшем будущем как раз стоит задача нанять аналитика. Аналитик – это человек, который показывает, где деньги. Я предприниматель, у меня много идей, я горю в этих идеях, я не всегда анализирую, что я сделал. И я делаю очень много ударов, из которых точных только часть. И самая главная задача аналитика – найти, где эти самые точные удары. То есть грамотный аналитик, который понимает бизнес, на чем он строится, и владеет технологиями проверки гипотез, что сработало, что не сработало. Он способен приходить ко мне и говорить, Роман, если мы вот здесь введем такой-то документ, мы перестанем терять 300 тысяч. Или если мы здесь, допустим, создадим продукт дополнительный к основному для наших клиентов, здесь мы можем заработать 500 тысяч рублей. И есть в продвинутых компаниях достаточно адекватная система оплаты услуг таких людей. То есть аналогично с финансовым директором. Когда финансовый директор у меня находит способ сэкономить денег, он получает 10-20% от первого месяца экономии. Дальше я ему дополнительный премиальный не плачу, то есть это все начинает работать на мой карман, но вот эти разовые премиальные он получает. И здесь абсолютно аналогичная ситуация. Мария нашла возможность больше зарабатывать. Мы это реализовали и от дохода дополнительного или от экономии дополнительной в первый месяц 10-20% она может получать как премиальный. И дальше искать новые способы сделать более эффективным бизнес. Я понимаю, Саша, уже вижу по твоим глазам, что я здесь всем вынес мозг. Но, друзья, смотрите, альтернатива очень простая. Мы либо ждем у моря погоды, и когда нам проиндексируют заработную плату, или соизволят повысить премию, на которую мы никак не повлияем и вынуждены нравиться. Либо есть технологии, которые используются в продвинутых компаниях, в компаниях с прозападным менеджментом, и там все это прописано. И всего лишь все, что нужно сделать Марии, ну не всего лишь, но тем не менее, это разобраться в этом. Если мы, к примеру, за какой я заложил план по увеличению доходов, 20%, то есть по 30 тысяч рублей раз в год. То есть мы весь год делаем какие-то правильные усилия, растем, находим варианты заработать больше, и увеличиваемся, допустим, 170-200, и я остановился на сумме в 250 тысяч рублей. То есть за 6 лет. Меньше, чем удвоение, за 6 лет. Соответственно, это позволило в моих расчетах приблизить квартиру к 46-летнему возрасту. Есть такой принцип. Можно съесть слона по кусочкам. То есть если мы не можем проглотить 8-миллионную квартиру, то может быть нам рассмотреть возможность проглотить 6-миллионную. О чем я говорю? Двухкомнатная квартира, давайте для упрощения, я услышал от Елены, что есть за 6 миллионов и трехкомнатные. Но вот теоретически, двухкомнатная квартира, возможно ли было вначале ее купить, а после того, как вы полностью расплатитесь, поменяться на трешку? Или это совсем никак? Для меня, как для человека, который небольшой, прямо скажем, финансовый эксперт, это первое, что приходит в голову. То есть, ну не могу я купить трехкомнатную, может быть купить двухкомнатную? Вопрос в том, сколько за нее нужно будет выплачивать. Вот как я рассчитывала, что даже если я покупаю двухкомнатную, да, это я, но я кроме ипотеки других вариантов не рассматриваю. Мария, прошу прощения, вы к двушке готовы? А сколько она будет стоить, мы спросим у Елены. Ну, нам там будет достаточно сложно поместиться. Большая двушка, огромная. Не, Мария, смотрите, что мы можем на этом выиграть? Просто если несколько лет жить вот в таких условиях, мы жили в таких стесненных очень условиях несколько лет, и это надо сказать. Слушайте, друзья, я сейчас понял, что на этом мы выиграем только лишь один год, и давайте из двух вариантов. Либо годик помучаться, а потом позволить себе более дорогую квартиру, либо сразу купить 8-миллионную трехкомнатную, но на годик попозже. Что вы выбираете? Нет, наверное, все-таки годик помучаться. Годик помучаться, я не настаиваю. То есть мы просто перебираем инструменты, за счет которых можем работать, а дальше герой решает, что делать. А все-таки, я бы Елену спросил, между двухкомнатной и трехкомнатной квартирой примерно, так сказать, при прочих равных, что называется, примерно в одинаковом доме, там разница в цене, она насколько существенна. То есть если ты уже двухкомнатную покупаешь, скорее всего, и трехкомнатную можно купить, или все-таки разница очень большая? На самом деле разница небольшая, отвечая на ваш вопрос. По стоимости за метр квадратный вообще трехкомнатные самые дешевые квартиры, если брать из студий, однокомнатных, двухкомнатных и так далее. И разница в стоимости метр квадратных порядка 10-15 тысяч рублей. — Мы за 6 миллионов трешку сможем найти? — Трехкомнатную. — Трехкомнатную? — Да, конечно. — В Санкт-Петербурге это возможно? — В Санкт-Петербурге это возможно? — Это будет внутри кольца, но это будут сроки сдачи, это порядка 3 года где-то срок сдачи. — А готовое жилье? — Готовое за 6 миллионов в городе вряд ли трешку, да, в хорошем состоянии, чтобы это была трешка. Готовая трешка на вторичном рынке порядка 7-8, она так и будет стоить. — А когда мы говорим о трешках, о двушках, там, об однокомнатных квартирах, мы о каком метраже говорим? — Вот, как раз и хотелось сказать, что можно, конечно. — Можно из одной комнаты сделать 7. — Да, можно и трешку 52 метра квадратных иметь. Поэтому если говорить о площади от 82 где-то метров квадратных для трехкомнатных квартир, которые сейчас предлагают 85 и выше, там, 92, 100 и так далее. То есть это вот ценовая политика, я вам называю такую. — Мария, а вы прикидывали как раз метраж желательный? Или главное, чтобы у каждого был какой-то свой уголок? Здесь уже не так важно, большая комната, маленькая, лишь бы своя отдельная с нормальными стенами и дверью. — Да, да. Ну, желательно, чтобы было свое какое-то отдельное пространство, в котором человек может уединиться. — То есть 150 квадратных метров не обязательно? — Тогда 4800. — Даже 4800. — 472 где-то метра квадратных у вас будет. Ну, соответственно, спальный район, сдача конец 2015 года. — Ну что, друзья, если резюмировать все те инструменты, которые мы сейчас на данный момент использовали, оптимизация расходов, возможное использование доходов гражданского мужа, который станет реальным мужем, использование инвестиций и увеличение доходов, то при таком раскладе за ближайшие два года мы накапливаем размер первоначального взноса и уменьшаем таким образом платеж по ипотеке, и вот здесь уже мы можем позволить себе влезть в ипотеку. Еще раз, через два года мы накапливаем такую сумму денег, которая позволяет нам безболезненно влезть в ипотеку с ежемесячным платежом около 30-40 тысяч рублей, что будет меньше, чем 20% от месячного дохода. И досрочно эту ипотеку погасить за ближайшие четыре года, если будем отдыхать по-прежнему в пределах 100-150 тысяч рублей в год и ездить, менять машину не на более дорогую, а, к примеру, просто более свежий вариант такого же уровня автомобиля. И получается, что из первоначальной очень грустной истории в покупке квартиры в 63 года за счет использования всех этих инструментов, причем я рассматриваю все-таки 8-миллионную квартиру, а не 6-миллионную квартиру, то реально все это сделать в 43 года. То есть заселиться и в 47 лет уже иметь эту квартиру полностью своей. Конечно, вам приходится чуть-чуть не верить на слово, потому что я не достаю вам все эти эксельские выкладки, которые я совершал на компьютере перед тем, как прийти к этой передаче. Но, Мария, вам после передачи я этот подробный финансовый план представлю, и вы будете понимать каждый инструмент, что дает. И вы знаете, как каждая тысяча рублей влияет на приближение или отдаление вас от квартиры. Интересно, для вас это правдоподобно звучит, Мария? Все-таки все ли те инструменты, которые Роман перечислил, вы в принципе готовы использовать или что-то смущает? Ну, безусловно, есть некоторые опасения, да, но вообще интересный был сегодня разговор, и мне интересно то, что Роман предлагает. Посмотрите в цифрах, увидеть. Ну, вам как программисту аналитику, тем более, наверное, там будет все понятно. Я надеюсь. Что могу сказать? Когда я людям составляю финансовые планы, мне часто заявляют о их действии на состояние человека. Такое впечатление было, что все, мне уже прописали смертельный диагноз, а тут объяснили, что я буду жить. И это действительно так. Люди никогда не выходят за пределы одного года, за год на квартиру не накопить, деньги уходят непонятно на что, как сейчас у Марии происходит. И, конечно, кажется все нереальным. Но если задействовать все инструменты, которых мы сейчас не используем, и увидеть в одной математической табличке цифрах, на реальных цифрах, без всякой магии, а в цифрах Мария разбирается, как здесь плюс 1 сумма, здесь плюс 1 сумма, то в итоге мы имеем такую картину. То есть, когда мы не распыляемся, сфокусированно используем эти ресурсы, и именно это позволило мне с не слишком высокими доходами для Санкт-Петербурга обзавестись жильем. Все удивлялись, как? Мы зарабатываем больше, при этом живем в съемных квартирах. Ну вот я реже ездил в отпуск и меньше денег оставлял в ресторанах. А два моих самых главных развлечения были фильмы, скачанные из интернета, и шашлык на своем участке, который вроде как не самое скромное удовольствие, но это был свой участок, поэтому это было дешевле, чем пойти в кафе. Ну, мне нечего возразить, потому что у Романа есть собственный пример. Так что это означает только одно, что ничего нереального нет, и даже такая серьезная финансовая цель, как покупка квартиры, она абсолютно реальная, если мыслить перспективно и смотреть чуть дальше, чем на один год вперед. Ну, в этом случае, мне кажется, можно добавить только одно. Марии нужно свои страхи заменить голым математическим расчетом, тем более, что в цифрах вы действительно, Мария, разбираетесь. Ну, а нам всем главное помнить, что не стоит бояться своих желаний, а деньги есть всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова